В Адлере появится еще одна площадка для воркаута. Ее уже начали монтировать на Петрозаводской улице. В Сочи проходят Дни памяти Петра Бажанова. Сегодня состоялось вручение премии имени бывшего руководителя курорта. Сегодня 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого в Сочи. В честь артиста прозвучали самые известные его песни. 27 января – день освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне этой даты в Сочи прошли памятные мероприятия. Разработать меры поддержки для конно-спортивных школ Кубани предложил губернатор края. В Каневском районе Вениамин Кондратьев накануне посетил один из таких комплексов. И пообщался с воспитанниками и тренерами. Во время рабочей поездки глава региона также побывал на нескольких предприятиях. Все подробности у наших краснодарских коллег. Это лошадь, которая любит то, что делает. Ему нравится прыгать. Ему нравится. Он очень активный, подвижный. За четыре года занятий в конно-спортивной школе Юлия Старостина вместе со своим напарником Эдемом вошла в сборную Краснодарского края по конкуру. К высоким результатам стремятся и остальные воспитанники. Тем более, что тренировки в станице Челбасской проходят бесплатно. Для руководителя комплекса и потомственного казака Николая Клименко это главное условие. Как местный атаман все расходы на обучение верховой езде он взял на себя. Спонсор это наше Челбасское казачество, которое уделяет деньги на все соревнования, которые мы детей возим, на закупку товара. Казачье общество имеет в наличии 50 гектар земли, которую мы сами обрабатываем, получаем прибыль с этой земли. Однако, чтобы удержать тренеров денег не хватает, признается Николай Клименко губернатору края. Вениамин Кондратьев сегодня посетил конно-спортивную школу и пообщался с ее воспитанниками. По словам главы региона, на Кубани обязаны поддерживать подобные проекты. Я уже больше 5 человек воспитал детей. Закончили институт физкультуры, академию спорта. Я поработал здесь полгода, год. Все уходят, потому что зарплата от 4 до 8 тысяч. Я об этом говорю. Молодежь избегается и он прав. Молодежь, она тоже хочет жить. Полноценная школа с чемпионами. Он говорит, призерами. Ребята, да, участники. Тогда мы должны не то, что полноценно, мы должны взять бремя содержания этой школы на себя. Готовьте программу, хорошую, серьезную, наполненную деньгами программу поддержки конного спорта в Казахском крае. В ходе рабочего визита в Каневской район Вениамин Кондратьев посетил и одну из ведущих в крае ферм. Здесь содержится почти тысяча коров. Это хозяйство в числе первых на Кубани получило так называемый еврономер, что дает право поставлять молоко для производства продуктов, экспортируемых в Европу. А вот собственная переработка или нет? Нет, это просто на данном этапе, когда мы сконцентрируем все свое направление именно на производстве молока. То есть расширяем площадку, улучшаем качество молока и эффективность использования животного. Скажите, как будет объем сформирован, то есть в пределах хотя бы 200 тонн в сутки, 300 тонн в сутки? Надо ставить планку, если мы будем ставить, они будут ставить. Конечно, они к ней придут. Но амбициозные цели должны быть. Надо стремиться, надо быть активнее, максимально идти на расширение поголовья, молоко с еврономером, переработка и все. И пытаться, конечно, зайти на европейский рынок. Чтобы завоевать новые рынки сбыта, у хозяйства из Каневского района есть все возможности. Уровень производства не отличается от крупнейших сельскохозяйственных холдингов. В режиме реального времени с помощью датчиков в компьютер поступает вся информация о состоянии коровы. Дневной на одной у нас составляет за последнюю неделю 35, сейчас 32 в среднем. Но это еще не все дойки. А на одну голову? Это на одну голову, да. Минимально корова дает 2,8, максимально дает 69,2. Это, в общем, отчет для управленца. Это не ферма, это фабрика. Фабрика по производству молока. В сравнении с тем, которые фермы есть на Кубани. Мы все должны стремиться к такой ферме, современной, которая позволяет делать экономику. Формулу успешной экономики нашли и на другом предприятии. Михаил Артамонов уверяет, его мебельная фабрика – одна из ведущих в России по объемам производства подлокотников для диванов. Узкая специализация позволила занять свою нишу на рынке и успешно конкурировать с иностранными компаниями. Я прошел здесь и удивился. Это малый бизнес, это малое предприятие. Но активность такая, как будто я нахожусь на большой фабрике. И на малом предприятии находятся итальянские стенки. На малом предприятии. С нашими кубанскими операторами. Коллеги, это же... А мы говорим, мы на малом предприятии. Вот дай бог, чтобы у нас каждое малое предприятие было на Кубани. Друзья, тогда экономика будет просто работать, как швейцарские часы. Многие коневские товары сегодня на российских прилавках под брендом «Сделано на Кубани». Район Вениамин Кондратьев уже на встрече с активом называет одним из самых успешных. Муниципалитет на условиях софинансирования участвует практически во всех краевых программах. Мы максимально стараемся создавать условия и для экономики, и для благосостояния жизни. И даже фонд промышленности, который будет 500 миллионов краевых денег, 500 миллионов, даже больше. Ну, около миллиарда будет общий фонд промышленности. Это поддержка президента. Благодаря Владимиру Владимировичу нам дали возможность нашему Краснодарскому краю создать фонд промышленности. Вот воспользоваться и фондом промышленности, и иными фондами, которые позволяют сегодня и делать ту самую экономику, и делать жизнь. Работай, только не ленись, как говорится. О стремительном развитии района можно судить и по общему настроению в зале. Жители замечают большинство вопросов, местные власти стараются решать как можно быстрее. А в таких ситуациях, как ремонт дорог, сельских домов культуры или строительстве спортивных площадок, помогать будут из краевого бюджета. Уровень материальной поддержки Каневского района будет не меньше, чем в прошлом году, заявил губернатор. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Каневской район. В Каневском районе глава региона встретился и с многодетной семьей Бузиновских. Приглашение в гости Вениамин Кондратьев получил от дочки Анастасии. Приехать к ним руководителя края школьница попросила во время губернаторской елки. Сегодня у Бузиновских нет собственного жилья. Они начали возводить дом, однако нет возможности закончить строительство. Работает только глава семейства, мама в декретном отпуске с двумя малышами. Все социальные выплаты они получают и до недавнего момента получали выплату на третьего ребенка, но по достижению трех лет, соответственно, как бы эта выплата уже прекращена. Вот условия для того, чтобы они могли достойно жить, мы им должны создать. Они совсем не выплатных вопросов. Выплата это само собой, разумеется. А вот то, чтобы комфорт жизни они сами себе создали, вот здесь мы должны постараться. Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь семье в строительстве собственного дома. В свою очередь Бузиновские пообещали обязательно пригласить главу региона на новоселье. Завершается обустройство еще одной площадки для воркаута в Адлерском районе. На улице Петрозаводская уже есть детская и спортивная площадки. Как идет работа, узнала Елена Всецына. Орел и Зумруд. Эта территория считается сельской, но отличить ее от городской теперь сложно. Четвероклассник Ренат Шемездинов учится во вторую смену, поэтому на спортплощадке он и до уроков, и после. Говорит, что отличника занятия во дворе только этому способствуют. Я стараюсь меньше сидеть в компьютере и выхожу гулять. Мальчишки не только играют с мячом, но и осваивают недавно установленную площадку для воркаута. Местные жители довольны. Теперь подростки не уходят со двора, занимаются на глазах взрослых. Я как посредник между жителями и администрацией. Вот то, что жители хотят, я, конечно, обращаюсь к администрации. И по силе возможности то, что могут, они нам помогают. Вот. Ну, конечно, хотелось бы еще больше. Детей с каждым годом становится больше, а значит и потребность в детских площадках, местах, детских садах и школах возрастает. Самое главное, что есть взаимопонимание. И люди выходят на субботники, чтобы помочь рабочим, которые установили спортивный комплекс и сейчас разравнивают территории вокруг него. А подростков у нас, в принципе, занять так в ближайших территориях было проблематично. Но в данный момент они у нас уже готовы, все установлены. Но мы с вами тоже понимаем, что именно завершить полностью все работы очень сложно. Поэтому с помощью общественности, ТОСов, жителей мы собираемся субботниками и наводим благоустройство на данных территориях. В Адлерском районе установлено 34 площадки для занятий воркаутом. В Хостинском 13 и 3 дополнительных, существующих в центре Сочи. Благодаря этому проекту молодежный воркаут на курорте стал гораздо популярнее других видов спорта. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. Островок безопасности не оправдал своего названия. ДТП произошло накануне вечером на курортном проспекте возле гостиницы «Москва». По предварительным данным, 28-летний местный житель, управляя автомобилем «Форд Мондео», двигался с большой скоростью, допустил занос и столкнулся с «Мерседесом», припаркованным на островке безопасности. Жертв нет. Водитель «Форда» был пристегнут ремнями безопасности, а владельца «Мерседеса» в автомобиле не было. В Сочи проходят Дни памяти Петра Бажанова, мэра Сочи, с 1963 по 1971 год. Традиции уже несколько лет. Именно 25 января, в день рождения Петра Игнатьевича, сочинцы возлагают гирлянду памяти к мемориальной доске, установленной на доме, в котором жил председатель гурисполкома Сочи. Расскажет Инга Габешия. Здесь, на улице Рос, в этом доме 1954 года постройки и жил бывший мэр Сочи Петр Бажанов. Время, когда Петр Игнатьевич руководил городом, называют настоящим культурным ренессансом. Под особой опекой горисполкома в те годы находились Зимний театр и Летний имени Фрунзе. Тогда же вошли в строй концертный зал фестивальный и зал органной музыки. Сюда на гастроли стали приезжать лучшие драматические коллективы, театры, оркестры. При этом сочинцы не ограничивались ролью зрителей. В 1968 году была учреждена Сочинская государственная филармония, нынешнее руководство которой, к слову, и стало инициатором проведения Дней памяти Петра Бажанова в Сочи и учреждения премий имени Бажанова за поддержку культурных инициатив. Почетным гостем мероприятий стал его сын Евгений Бажанов. Ныне ректор дипломатической академии Министерства иностранных дел России, уехал из Сочи в 1964 году и вернулся в родной город только в 90-е. Пошел в музей истории, там ни одного слова о нем нет. Вообще нигде ничего. Я очень расстроился и решил в Сочи вообще не приезжать. Когда ему 100 лет исполнилось, это в 2012 году, я решил, что надо все-таки что-то сделать. Вначале думал, что мы просто мои друзья соберемся, а потом нас поддержал мэр Анатолий Николаевич Пахомов. Благодаря ему мы движемся вперед в вековечении памяти, поэтому мне это в высшей степени приятно, конечно. Бажанов огромное внимание уделял развитию культуры. В результате оставил весомое наследие. Дело предшественников продолжают современные сочинцы. Причастных сегодня и наградили ежегодной премией имени Петра Бажанова за поддержку культурных инициатив. Среди лауреатов 2017 года заслуженный работник культуры Кубани, заместитель начальника управления культуры администрации города Сочи Ирина Шуйская. Если бы он сегодня был жив и присутствовал в наши дни, то он был бы, наверное, счастлив тем преобразованием, которое происходит сегодня в нашем городе. Современные сочинцы подхватили эстафету и несут достойно. Культура – это не все, что развивал Бажанов. В годы его руководства в Сочи был принят генплан курорта. Благодаря ему Сочи в прямом смысле стал большим. К курорту присоединились Адлерский и Лазаревский районы. Для нас, для администрации города Сочи, которая сегодня работает с сегодняшними вызовами, с сегодняшней ситуацией, конечно, мы понимаем, что то, что сделано до нас, надо сохранить, надо приумножить. И то, благодаря чему сегодня такой замечательный наш город Сочи, город процветающий, город привлекающий внимание всего мирового сообщества, это, конечно, заслуга и достижения Петра Игнатьевича Бажанова и многих-многих людей, которые преданно служили нашему городу. Евгений Бажанов в Сочи бывает раз в год, вернется снова в день рождения отца. Отдать дань преемственности между поколениями и в очередной раз вручить премию имени Петра Бажанова сочинцам, которые заслуживают всеобщего внимания и уважения. В России сегодня отмечают Татьянин день, праздник российских студентов. В Сочи его также отмечают ежегодно, по традиции, ярко и весело. В вузах сегодня прошли концерты и праздничные мероприятия, был организован и общегородской праздник. На площади флага собрались более 200 студентов из 13 вузов и колледжей Сочи. Они разбились на 40 команд и приняли участие в масштабном приключенческом квесте. Город Сочи у нас молодежный, современный. И 25 января все студенчество отмечает Татьянин день. И мы не могли обойти этот день стороной, поэтому городской студенческий совет вышел с инициативы проведения тематического приключенческого квеста. Для того, чтобы выиграть в квесте, студентам предстояло решить массу задач. Несмотря на довольно прохладную погоду, настроение у всех было отличное. Подготовлены самые различные задания на логику, танцевальные, музыкальные, чтобы им было и интересно, и весело, и они могли проявить свои какие-то знания, увлечения. Сразу после квеста для ребят будет организован в парке Ривьера концерт. Многие студенты сегодня посетили и городские храмы. Ведь по церковному календарю сегодня день памяти святой Татьяны. Согласно историческим данным, мученица проживала в Римской империи на рубеже 2-го и 3-го веков. Для нее вера была смыслом жизни. Татьяна была предана христианской церкви, за что и была казнена. В 18-м веке в этот день также стали отмечать День студента. Именно 25-го числа Елизавета I подписала указ об открытии Первого российского университета. В современной России праздник День студентов признали официальным лишь в 2005 году. Ну а святая Татьяна сегодня считается покровительницей студентов. С Днем студента всех учащихся поздравил и Кубанский юридический колледж. Он по праву считается одним из самых сильных учебных заведений курорта. Здесь обучают по самым востребованным на сегодняшний день специальностям. Кубанский юридический колледж выпускает специалистов по следующим направлениям. Правоохранительная деятельность, экономика и бухгалтерский учет, гостиничный сервис и программирование компьютерных систем. С этого года здесь есть и бюджетные места. Колледж дает возможность лучшим абитуриентам учиться бесплатно. Ну а значительные скидки на обучение получают и те студенты, которые активно проявляют себя в общественной жизни, творчестве и спорте. Действует здесь и свой собственный студенческий совет, и своя команда КВН. Специальности, по которым обучают в Кубанском юридическом колледже, сегодня очень востребованы. Учебное заведение сотрудничает с целым рядом городских компаний и организаций. А это значит, что после окончания колледжа вопросов с трудоустройством у выпускников точно не будет. Кубань может стать площадкой для российского молодежного фестиваля авторской песни. Президент Владимир Путин во время посещения музея Высоцкого на Таганке предложил организовать такой фестиваль. Губернатор Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести его на территории нашего края. По его словам, с такой идеей уже выступали представители молодежи Кубани, но речь шла о региональном масштабе. Теперь мы видим, что из региональной тема перерастает в идею всей страны. Очень надеемся, что такое решение будет принято и готовы предоставить площадку для проведения фестиваля молодежной авторской песни на Кубани. Будем рады, если в дальнейшем фестиваль получит постоянную прописку в Краснодарском крае. Вениамин Кондратьев также отметил, что у края большой опыт в организации мероприятий федерального и международного уровня. Площадки для проведения молодежного фестиваля есть на побережье Азовского и Черного морей. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого – талантливого актера, певца и поэта. В Сочи эту круглую дату отмечают уже несколько дней. Сегодня в сквере возле концертного зала фестивальный прошел творческий вечер в честь дня рождения этого легендарного для страны человека. Там побывала наша съемочная группа. Бронзовую фигуру Высоцкого в сквере возле концертного зала фестивальный установили 7 лет назад. Памятник специально не стали поднимать на постамент, чтобы почитатели многогранного таланта Высоцкого могли постоять рядом со своим кумиром, который как будто бы на минуту остановился в парке. В этих местах он бывал не однажды. Теперь сюда дважды в год, 25 июля в день смерти, 25 января в день рождения талантливого актера, поэта и певца несут цветы. Где твои 17 лет? На Большом Каретном. И где твои 17 лет? На Большом Каретном. А где твой черный пистолет? На Большом Каретном. А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном. Сегодня в честь дня рождения Высоцкого звучали его самые известные песни. Его нет уже почти четыре десятка лет, но слова многие помнят наизусть. Сочница Владимира Петрова назвали в честь Высоцкого. Он тоже творческий человек, как и многие, любит петь под гитару нестареющие хиты своего великого тезки. Я родился 24 июля 1980 года. Очень долго думали родители, как меня назвать. Но так как мой отец был поклонником Владимира Семеновича Высоцкого, и он умер на следующий день, меня назвали Владимиром в честь Владимира Семеновича Высоцкого. Я работаю тоже в сфере культуры. Я открывал этот памятник в качестве ведущего. Сегодня Высоцкому исполнилось бы 80, но судьба отмерила ему всего 42 года. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь. Играл в кино и театре. Его песни, несмотря на запрет, пела вся страна. Для Сочи Высоцкий тоже особая фигура. Примерно 25 лет я провожу эти мероприятия, два раза в год. Людей всегда много. Иногда бывает очень много. Но, допустим, летом у нас последний вечер мы проводили, в Дню памяти, в парке Ривьера в Зеленом театре. У нас было порядка 1200 человек, которые пришли послушать, вспомнить, попеть вместе с нами. В Сочи в честь 80-летия Высоцкого организовали целый ряд мероприятий в библиотеках и домах культуры. Ведь интерес к творчеству и личности Высоцкого не угасает до сих пор. Тому подтверждение – его песни, любимые не только старшим поколением, их с удовольствием поет и молодежь. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне этой даты в Адлерский кинотеатр «Комсомолец» пригласили ветеранов, школьников, студентов, моряков, чтобы еще раз напомнить о героических страницах в истории нашей страны. В фойе кинотеатра – выставка, книги, журналы, фотографии, письма и блокноты, в которых детским почерком значатся даты смерти самых близких и дорогих людей. Они уходили не сразу, мучительно и больно для тех, кто оставался, чтобы выжить без куска хлеба. Каждый год в день полного снятия блокады Ленинграда выжившие вспоминают жителей и защитников города. Бывает, что весь Санкт-Петербург вместо света в своих квартирах зажигает в окнах свечу памяти. Только в блокаду Ленинграда погибло более 632 тысяч человек, 332 тысячи убитых, более 111 тысяч пропавших без вести. За этими ужасными цифрами искалечены судьбы людей. Внуки и правнуки погибших понимают сейчас, насколько другой могла бы быть их жизнь, если бы не погибли тогда их родственники. Мне очень хотелось есть. Я закрыла глаза. Нас провожали заплаканные женщины. Кто-то спросил у солдата, куда их везут. Солдат ответил, красный дом. Там будет детский дом. О невыносимых днях с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 фильм, который сегодня смотрели юные адлерцы. Их комок подступал в горло у всех, и у школьников, и у тех, кто пережил ужасы фашизма. Я работал в то время в колхозах, на коровах все это, сели, пахали. Но как за Ленинград рассказывают, как они там голодовали, мы хоть на картошке дожили как-то, на щавелю, а у них страшно. Я пережил, я плачу в каждый раз, как они говорят. О том, что пришлось пережить его сверстникам в блокадном Ленинграде, Михаил Иванович узнал гораздо позже. В деревне под оккупированным Орлом не было радиус. В репствовали фашисты, от рук которых погибли две его сестренки. 12-летнему мальчишке тогда повезло, он выжил. Как и 17-ти блокадникам Адлерского района, которые победили массовый голод и до сих пор ценят каждую крошку хлеба. А современники, в свою очередь, хранят память. Забота о ветеранах, памятные мемориальные мероприятия, сохранение памятников военной истории. И обязательно, конечно, для нашей молодежи знание военной истории. А на пешеходной зоне улицы Карла Маркса обновленные памятные стеллы. Их установили в памяти героев Советского Союза, жителях Адлера. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok